Приветищи! Это Мейн Ассембли, и мы продолжаем вместе с нашим маленьким дроном изобретать в наших полевых условиях. Сегодня у нас первое испытание под названием Погрузчик. Такого у нас ранее не было. Здесь нужно не сбить ни одного манекена, бросить в воду не менее 16 ящиков и перенести ящики в контейнер. Ну, короче, собственно, что и делают погрузчики. Что ж, погнали! Добро пожаловать в Доки. Доки. Естественную среду обитания вилочного погрузчика. Вас часто будут просить помочь с транспортировкой товаров Live, которые отправляются в разные страны мира. Это отличная задача для искусственного интеллекта. А, то есть мы именно для погрузки еще предназначены, да? Мои дроновые мозги. Нет уж, не шиши. Смотри, сколько здесь манекенов. Тут манекен стоит, тут манекен. Там он сидит, отдыхает. А я тут балдею, как на пляже. Где коробки, которые нам нужно перевезти? О, там, кстати, домик. Пойдем слетаем туда. Тут вот еще манекен. Ага, смотри, что нашел. Кажется, это шмотка для дрончика. Ништяк. Похоже на рацию какую-то или на радионаушник. Я-то думал, тут, кстати, дом настоящий, а это всего лишь декорация. Вот это обманочка. Но домик со стороны смотрится симпотно. Ну что, пришло время смастерить наш погрузчик, который нам очень аккуратненько поможет выгрузить все ящики. Кстати, тут вот ящики есть, смотри. Как до него добраться, фиг знает. Ну что-нибудь придумаем. Ну что, пришло время мастерить. Давай что-нибудь сообразим. Нам нужен совершенно новый робот, поэтому начинаем все с нуля. Выбираем вот такую вот конструкцию, похожую на вилку. Нам нужно здесь развернуть наше кресло. И сейчас будем шаманить. В каталоге у нас, в принципе, ничего не появилось новенького, за исключением вентиляторов. Эээ, вентиляторов. Пропеллеров. Вентиляторов. Во! Есть поршень, который позволяет толкать или поднимать предметы. Мне кажется, это нам пригодится. Значит, мы ставим этот поршень. А где этот поршень? Почему он не взялся? Поршень. Вот этот ставим спереди. Вот таких вот два поршня. Теперь только надо понять, как они работают. И, скорее всего, их нужно настроить. Колеса возьмем малые. Вот такие вот. Я думаю, нам будет их достаточно. Теперь, что мы здесь еще имеем? В нашем каталоге. Ух ты! Смотри, тут у нас вилочный захват появился. Еще и ковш. Обалдеть. А в электронике... Нет, в электронике больше ничего нет. Берем вот этот вилочный захват. И... Хотел его сюда залепить, но я так понял, что не получится. Нам всего лишь нужен один поршень, который будет стоять посередине. Поэтому нужно вот эту штуку все-таки выдвинуть. Несмотря на то, что я выбрал такую конструкцию в виде вилки, нам ее нужно переделать. Теперь ставим вилы. О, как это все теперь выглядит. Крутяк! По-моему, я вилу не так поставил, да? Тебе тоже так кажется? Или пойдет? Не, ну вилы однозначно не так стоят. Убираем. Цепляем. Вот теперь они правильно стоят. Получается, нам нужно поршень этот переместить вот сюда. Во! Вот так вот. Это все должно теперь быть. Ну вот теперь это больше похоже на погрузчик. Даже. Что ж, давай попробуем его напечатать. Сядем, так сказать. Ехать мы едем. Колеса у нас поворачивают задние сразу же. Ой, блин! Я перепутал. Перед это у меня зад, а зад это перед. Ну ладно. Фиг с ним, будем гонять так. В принципе, погрузчики должны задние колеса работать, а не передние. Вот. Теперь нам нужно эту штуку заставить подниматься. Для этого нам нужно зайти в логику. А еще я заметил, что у нас виллы очень тяжелые и перевешивают весь погрузчик. Это неправильно. Ладно, с этим мы разберемся чуть позже. Давай настроим логику. Теперь нам нужно зайти в запчасти и выбрать поршень. Вот то, что нам нужно. Расширение. Текущее расширение. Блин. Сейчас будем разбираться с тобой, как это все работает. И какое расширение нам нужно. Давай почитаем. Расширяет поршень на заданное значение. Может быть в пределах минус один и один. Ага. А текущее расширение-то что у нас? Короче, вот это вот можно удалить. На shift у нас будет все это реализовываться. Я нажимаю shift и у меня это все должно работать. Попробуем сейчас давай. О! Ништяк. Все работает. Но! Нам нужно теперь сделать тяжелый задок у нашего погрузчика. Мы делаем вот так вот. Я думаю, что этого будет достаточно. Попа муравья. Все. Смотрим. Вес. Не, нифига. Виллы все равно тяжелее. Тогда мы делаем вот эту штуку металлической. Материал берем. Тяжелый. Металл. Это все будет у нас из металла. Ну вот, теперь другое дело. Только нам надо назад ехать. Теперь у нас равноценный перевес. В общем, пришлось сделать вот такого вот мутанта. Потому что ни шиша ничего не работало. И какого лишь его у нас опять перевес? Что за фигня? Зато мы отлично поворачиваем. Это меня радует. Ну, вроде бы вот так вот получше. Вроде бы сейчас не должно глючить. Все, наконец-то мы сделали погрузчик. Теперь мы можем переходить к нашему плану погрузки. Надеюсь, что у нас сейчас все это получится. Спокойненько заезжаем. Блин. Высота нашего погрузчика неподходящая. Нужно его занизить. Значит, поднимаем наши двигатели наверх. Вот сюда. Здесь тоже наверх. Это один из самых простых способов занизить наш транспорт. Ну-ка. О, теперь какие мы низенькие. Отлично. Подъезжаем к нашему контейнеру с коробками. И просто аккуратненько. Если не аккуратненько, то как? Берем коробочку. Давай, 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 давай. Есть! Поднимаем ее. А теперь нам нужно назад сдать и скинуть просто это все дело в воду. Только самим не скинуться бы. Еще чуть-чуть. Отъезжаем. Оп. И... Нет, коробка не упала. Упал палет, но не коробка. Давай, коробочка, падай. Есть. Одна коробка упала. Теперь пытаемся взять палет с четырьмя коробками. Наверное, они тяжелые. Сейчас мы это узнаем. Перевесит ли мой погрузчик или нет от них. Заезжаем. Поднимаем. Отлично. Погрузчик не перевесило. Значит, моя задняя часть намного тяжелее, чем все эти коробки. Теперь мы их стряхиваем просто... Назад. Уху-ху. Нифига себе, мы сразу угробили. Восемь коробок. Ну, здорово, че. Давай возьмем еще вот эти коробочки. Мне казалось, что там было четыре коробки. Больших, таких сочных. Значит, поднимаем теперь эти коробки. И так же вытряхиваем. Развалилось. Все развалилось. Придется это все вот так вот тащить. Как есть. Стой, 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 стой. Утонули. Утонули вместе с коробками. Дело в том, что мой погрузчик может развивать огромную скорость. Но вот с тормозами у меня, конечно, беда. Даже учитывая то, что у меня шесть колес. Значит, толкаем эти коробочки все сюда. Спокойно. Спокойно. Нам нельзя потеряться. Коробочка, давай, скидывайся. Что-то не хочет она скидываться. О, вот так вот хорошо. Нам осталось еще три коробки скинуть. И будет нам счастье. Еще одна коробка утонула. Есть. Последняя коробочка. И последняя коробка скинута. Шикарно. Забираем звездочку. Теперь, теперь нам нужно перенести ящики в контейнер. Какой контейнер? Где этот контейнер? В общем, вон те ящики, которые на складе Олайф. Нам нужно будет сейчас перенести вот в этот контейнер. Контейнер Олайф. Хорошо. Сейчас мы это попробуем реализовать. Но сперва мы сгоняем за шматьем. Который мы видели за декорациями. Вон они, зелененькие шмоточки. О, да. Моя рация. Или радионаушник. Мы его обязательно нацепим в следующий раз. Будем переговариваться с тобой по рации. Заезжаем, значит, на склад. Аккуратненько, спокойненько. Не кипишуем. Делаем крутой разворот. Чтобы нам заехать прямо в палет своими вилками. Вот так вот. Спокойненько, спокойненько. Схватили палет. Выгружаем его оттуда. И аккуратно, очень аккуратно везем. Дело в том, что тут есть горочка такая не очень крутая. Скорее всего, по ней, когда я поеду, коробки могут упасть. Но нет, они не упали. Но они уже были так близки, чтобы рассыпаться. Фух. Я могу. Здесь еще железная дорога мешает очень сильно. Ой, слава богу. Так. Чего не рули так? Все, я близко, я близко. Сейчас мы заедем. Есть! Палеты доставлены. Шикардос. Фух. Забираем звездочки. Ну что, теперь я сбил одного манекена. Блин! Придется все заново проходить. Но он, кстати, не крикнул, типа, ай, мне больно. Ну, ты посмотри, он на две части развалился. И его позвоночник... А, нет, у него нога отвалилась. Ну все! Открыта деталь дрона. Я, правда, не увидел, что там, но... В итоге мы собрали все звездочки. Шикарно. Не только вам здесь предстоит взять ящики. Грузовые поезда отправляются и прибывают точно по графику. Иногда они, правда, забывают предупредить. А, то есть меня сейчас может еще избить поезд, когда я буду перевозить. Вот это, да, вот это поворот. Ну ладно. Там вон звездочка уже одна горит. Значит, мы ее просто можем взять. Надо только туда доехать. А еще я шмотку сразу запалил. Вон она. Что это такое? Молоток! Классно, молоток. Хочу. Хочу нацепить на дрона молоток. Так, какие у нас задачи здесь? Перенесите ящики в контейнер. Доставка на дом. И подберите звезду. Хорошо. Опять поезд едет. Короче, конструируем наш погрузчик. Садимся в него. И сейчас поедем заберем первую звезду. Звездочка моя. Давай, проезжай уже быстрее. Кстати, интересно, я могу погрузчикам поднять поезд вот так вот? А нет. Ой. Сбил манекен. Но в этот раз нам можно их сбивать. Потому что нет задачи не сбивать. Как бы нам теперь забрать... Подожди. А доставка на дом это, наверное, погрузить нужно. Вот эти вот палеты с коробками. И отвезти их в тот декоративный домик. Давай попробуем это сделать. Поехали. Ну, да. Действительно, нам нужно отвезти коробки. Ай. Наехал на камень и все профукал. И палет еще повис. Да. Придется ехать за новыми коробками. Ладно, ничего. Там рядышком стояли еще одни. Короче, я сделал ресет. Потому что я хочу сделать все по красоте. И попробовать увезти два палета с коробками. У меня на это хватит, Вилл. Смотри-ка, должно. Поднимаем. О, как меня перевесило. Ты глянь. Мощно. Хорошо, что у меня шесть колес. Поехали. Разворачиваемся здесь. Ой-ой-ой, как-то не так я разворачиваюсь. Навернул одного манекена. Ладно. Ой, пусть нет. Стой. Чуть не размозили мне коробки. Короче, это была очень плохая идея. Везу столько, сколько могу увезти. Главное не напороться на камушки. Эти камушки очень злые. Стопэ. Тормозим. Ну что это было такое? Че за дрифт? Че за виражи? Короче, я смог довезти только одну коробку. Поэтому вы уж извиняйте. Вместо девяти коробок одна. Звездочка загорелась, значит, мы ее можем забрать. Отлично. Забираем. Здорово, бро! Чувак внимаешь от рукой. Типа, спасибо за коробки. Хотя он еще не знает, сколько я ему привез. Едем, короче, забирать мой молоток. Зелененький молоток. Отлично. Вылазим с нашего погрузчика. Мы его кидаем здесь. А, подожди. Нам же еще вот эту звезду как-то надо забрать. Ого. Смотри, какое тут препятствие. Нам нужно сконструировать нового робота, чтобы проехать там. Попробуем это реализовать. Погрузчик нам нужно сохранить. Значит, заходим в боты. И как-то нужно это все сохранить. Сохранить как погрузчик. Сохранить. Сейчас мы сделаем монстр трак. Берем самые большие моторы. Цепляем их. И теперь берем самые большие колеса. Размер XXL. Монстр траковский. Господи, какие они здоровенные. Я даже не вижу, куда цепляю. Ой-ё. Блин. Вот так вот кажется. Ё-моё. Ты глянь на эти колеса. Жесть. Я думаю, что нам нужно увеличить нашу конструкцию в длине. Потому что задних колес, скорее всего, у нас не будет. А, кстати, а что насчет покататься вот так вот? Давай сядем. И посмотрим, что у нас получится. В принципе, в принципе, можно ехать и так, как... Хе-хе. Прикольно. Я еду так. Блин. Йо-хо. Сейчас. Пропустим поезд. Разворачиваемся. И поехали. Когда мне что-то преграждает путь, я начинаю вот так вот крутиться. Бекаров крикнул на манекен. Он еще не понимает, во что вписался. Вперед! Что-то нам, походу, тяги не хватает. Не, это тупая идея. Такая конструкция едет очень тяжело. Поэтому мы просто удлиняем заднюю ось. Насколько мы это можем сделать. Вот такую вот заднюю ось сделаем. Офигеть. Вот эта длина будет у нас. Теперь хватаем двигатели. Вот эти. И переносим. Что-то... Что-то... Что-то не то. У нас, походу, зацепилось на задний двигатель, да? Значит, передний мы берем и переносим сюда. Вот так. И ставим сюда огроменно большие бомбезные колеса. Во-бам-бей-бам! Вот это уже больше похоже на машину. Главное, чтобы она пополам сейчас не развалилась. Потому что я собрал ее из пластика. О! У нас поворачивают все четыре колеса. Ладно. А как мне поворачивать тогда? Хе-хе-хе. Прикол. Стойте, стойте. Ребят, я так не договаривался. Мне... Хе-хе-хе. Да, забавно. Так, стопэ. Значит, вот эти вот двигатели мы убираем. Сюда нужно поставить огромные моторы без амортизаторов. Вот эти вот моторчики. Вот так, да! Блин. Вон, пойдет. Должны поехать. Так, мы едем. О, ништяк. Проехали по манекену. Ништяк. Вот это монстр трак. Хоть как есть. Единственное, у нас проблема все-таки с задней осью. Потому что там она трется о пластик мой. Точнее, о мой каркас. Возможно, там часть манекена какого-то застряла. Но фишка в том, что мы сейчас спокойненько можем заехать сюда. Давай. Нет, не можем. Придется объезжать. Ничего страшного. Сейчас объедем. Вот тут есть местечко такое. Ага. Заезжаем. Ну, как сказать, заезжаем. Барахтаемся, бурухтаемся. Давай, 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 давай. Есть. Заехали. Заехали. А тут проедем. Должны. У меня же полный привод. Нет, у меня не полный привод. Что-то у меня какая-то фигня. Эть, ну же. Нога, мужик. Не могу заехать. Надо больше было мощи на колеса передать. Берем разгончик. И заезжаем вот так вот. Давай, давай, давай. Есть. Заехали. Ух. Аж стопотоп сошло. Стоп, 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 стоп. Бл-бл-бл. Это было близко. Чуть нафиг не навернулись со скалы. Вот она. Там, кстати, тоже звездочка вон на том островке. Смотри. А как туда доехать? Нам по-любому понадобятся пропеллеры. Чтобы туда залететь. Черт, тут дерево. Какого ли что здесь дерева воткнули? Еще и камни, блин. Попробуем так вот заехать. Ништяк. Все-таки монстр трак нам помог. Не зря я его сделал. Посмотрим, что сделает поезд с моим монстр траком. Разломает его или нет? Как думаешь? Или застрянет? Итак. Оу. Ну, разломать он. Ну, все-таки он разломал его, да. И нас еще куда-то утащило. Где я? Поезд уходит в стенку. Это призрачный поезд. Ешки. Ну, все. Мы собрали звезду. Мы собрали шмотку. И теперь нам осталось добраться вот до этой звезды. Для этого мы будем использовать... Что? Правильно. Пропеллеры. Между прочим, это спрятанная звезда. И она не числится в испытаниях. Поэтому, если мы ее заберем, у нас будет дополнительная звездочка. Которая поможет нам разблокировать какую-нибудь крутую штуку. Нацепил пропеллеры. Теперь мне нужно, мне нужно. Наверное, сделать тягу. Чтобы мы могли лететь в нужном направлении. Правильно? Потому что сейчас писать логику для квадрокоптера... Я думаю, что это возможно, но это очень сложно. Так. Давай попробуем это напечатать и посмотрим, как это все будет работать. А работать это, наверное, не будет. По одной простой причине. Потому что это все как-то... Говнисто сделано. Ладно, попыточка номер два. Поехали так. А как мне развернуться-то? Ой, ё-моё. Ой, ё-моё. Нет, 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 нет. Это вообще плохая идея. Так, вылазим. Короче, сделал вот такую штуку. Потому что тот квадрик вообще не функционировал так, как нужно. В общем, верхний винт поднимает нас наверх, как ты уже понял. А задние винты, они нас двигают вперед. Короче, нужно сделать полную симметрию. Иначе так я и буду тут мучиться. Дадим нашей конструкции колеса. И попробуем проехаться и перелететь все это. Так, что-то нифига не едется. В итоге получилась вот такая вот штука. Теперь что нам нужно? Нам нужно взять разгончик. Разгончик, разгончик. И просто туда вот долететь. Берем разгон. Врубаем пропеллер. И летим! Черт, ну это в принципе реально. Это реально. Что если мы попробуем к нашей конструкции добавить еще тяги? Так, попытка номер 33. Перепрыгнуть. Допрыгнуть до острова. Берем разгончик. Врубаем пропеллер. И у-у-у-у! Ну, это было близко. Это было очень близко. Но нам нужно не в ту сторону. Есть, 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 есть. Я приземлился-то, прикинь. Я смог это сделать. А чешу есть. Каким-то корявым способом. Но у меня это получилось. Подожди, машина. Не едь туда. Блин, мне еще теперь надо грамотно как-то... Давай, заедь, заедь повыше. Когда я переворачиваю машину, она, короче, начинает скатываться. Вот так. Попыточка номер 2. Перевернуть тачку. Опачки. Стой, 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 стой. Нам туда не надо. Господи. Прибыл. Прибыл, прибыл снова. Снова на месте. Так, теперь главное все не профугать. Надо подняться при помощи винта. Ну, давай, 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 давай. Вставай, вставай, вставай. Оп. Черт, кажется, я все опять профугал. Короче. Все это полное фуфлыни. Нам нужно сделать вот так вот. Вот так-то. Ну-ка. Теперь у нас должны появиться шансы. Я не знаю, насколько, конечно... Ой, блин, у нас опять отрубилось все к чертям. Вся логика пошла, пошла. Летим, летим. В правильном направлении. Есть. Приземлились, поднимаемся. Просто подняться нужно. Еб. Просыта. Да что, сколько можно? Ну, давай взлети хотя бы, я не знаю. Так близко, вот вечно все. Так вот. Близко, близко и никак. Летим. Тут надо сбавить обороты. Залетаем. Потеряли колесо. Все пошло не по плану. Опять обосрались. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот тут вот приземляемся. Вот-вот, стоп, 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 стоп. На колеса встань. Где я там? Я ни черта не вижу. Что со мной происходит? Вылазим с нашего драндолета. Сейчас мы попробуем его перевернуть. Если мы сможем. А мы ни шиша не можем. Мы не можем его перевернуть. Походу, все. Ему крендец. И есть! Мы смогли собрать звезду. Наконец-то я же хрип от счастья. Блин. Слава богу. Отпустила. Так, что нам там нужно сделать-то теперь? Мы собрали дополнительную звезду. Теперь нам нужно перенести ящики в контейнер. А, нам снова понадобится этот. Какой там? Повручек. Сейчас мы его загрузим. Загрузить. Вот он наш повручек. Где контейнеры? А, вон они, контейнеры. Сейчас заберем их. Главное, чтобы нас не сбил поезд. А он, как всегда, вовремя и проезжает здесь. Давай шустрее. Наконец-то. Берем, значит, вот эти ящики. Как можем. Поднимаем и везем обратно. Спокойно. Мамин. Не получается. О! Взялось. Но как-то кривенько. Задним ходом. Вот так вот. Спокойненько. Что, нет? Зацепил еще манекена. Че, подерите. И все это завозим в контейнер. Восемь коробок, между прочим, надо. Там одна, по-моему, бракованная, напомянная. Есть. Четыре завез. Но мне надо больше. Сейчас возьму еще парочку коробок. Все, подняли коробки. И тихонечко. В принципе, я эти палеты, кстати, могу даже поставить на поезд, чтобы они уехали вместе с ним. Скорее всего, такая задача будет. Я больше чем уверен. Но в следующих испытаниях. Все, мне кажется, что все испытания здесь пройдены. Просто спокойненько. Коробочки не перевернитесь, не упадите. Вы нужны мне здесь. Есть. Все. Все звезды собраны. И даже больше. Замечательно мы прошли этот уровень. Едем дальше. Открыта деталь бота. Груз в один килограмм. О! Нам бы пораньше вот это. Далее. Нам грузики нужны были. А следующее испытание это спуск и безупречная доставка. Но как это будет, то увидишь в следующей серии. Если тебе нравится дрон-изобретатель, то с тебя лайк, подписочка, если ты еще не подписан. И, конечно же, комментарий. А на этом все. Пока. Увидимся в следующих видосах. Субтитры сделал DimaTorzok Д Let'ителей. Д 뜻и. Редактор субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok